Ошибочное распространено мнение, что причиной инфаркта миокарда является оторвавшийся тромб или разрыв самого сердца. Человек ощущает все, что Денис Владимирович сказал, как острую, сильнейшую боль за грудиной. Если у вас любовные боли, это одно, а инфаркт миокарда это совсем другое. Курение – самый главный фактор риска сердечно-судистых заболеваний. Причем курение даже одной сигареты в день – это является фактором риска. В нормальном ритме, не торопясь, но не обязательно бегать, а вот именно в хорошем ритме. Все сводится к тому, что человек должен проанализировать с помощью врача наличие факторов риска. Плюс он должен знать артериальное давление, контролировать уровень глюкозы, уровень холестерина. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как определить у себя инфаркт миокарда на ранней стадии. Инфаркт миокарда. Вот такой рубец. Вы, конечно, помните эту шутку на грани фола из любимого советского фильма «Любовь и голуби». Сегодня же мы совершенно серьезно обсудим инфаркт миокарда как острую стадию заболевания вместе с врачами Ярославской областной клинической больницы. Встречаем в студию заведующего кардиологическим отделением для больных с острым коронарным синдромом Дениса Владимировича Розанова и заместителя главного врача Галину Викторовну Костину. Добрый вечер! Добрый вечер! В отличие от того, что в фильме это все-таки использовалось как некая шутка, на самом деле это серьезная стадия заболевания. Вот хотелось бы, чтобы вначале наших зрителей вы познакомили с тем, в чем оно проявляется, чтобы мы уже понимали его серьезность. Вот инфаркт миокарда является таким апогеем ишемической болезни сердца, острой формы ишемической болезни сердца, которая, к сожалению, развивается у достаточно большого количества людей. Например, у нас в области ежегодно регистрироваться почти 2500 пациентов с острым инфарктом миокарда. Несмотря на все достижения науки, современной медицины, к сожалению, прогноз у пациентов с острым инфарктом миокарда остается серьезным. То есть летальность достигает до 15%. Поэтому огромные усилия направлены на профилактику, на предотвращение острого инфаркта миокарда, на то, чтобы люди знали симптомы начала острого инфаркта миокарда и умели правильно повести себя в этой ситуации, вовремя грамотно обратиться к медицинской помощи, чтобы были максимально хорошие результаты лечения. А можно вот так для простого обывателя сформулировать, что же происходит физически при том, когда диагноз ставят, что это инфаркт миокарда? Да, ошибочно распространено мнение, что причиной инфаркта миокарда является оторвавшийся тромб или разрыв самого сердца. И на самом деле механизм развития острого инфаркта миокарда – это эрозия, разрыв, надрыв, покрышки, как правило, небольшой атеросферотической бляшки в коронарных артериях, в артериях, которые кровоснабжают сердце. И на месте вот этой трещинки, вот этой маленькой бляшки, которая человека никак не беспокоила, никак не проявляла себя, образовывается тромб, который полностью закрывает просвет коронарной артерии. кровоток. То есть закупривается она, получается. Да, закупорка, да, происходит острая закупорка коронарной артерии. И та часть сердца, которая кровоснабжалась в этой артерии, начинает умирать. Причём, если не открыть эту артерию в течение 40 минут, наступит необратимая гибель части сердца. Человек ощущает всё, что Денис Владимирович сказал, как острую, сильнейшую боль за грудиной. То есть иногда нам пациенты говорят, что наступили ногой на грудь. Или такое сильное сжение, как будто кипяток. В грудиной, в области сердца. Иногда бывают такие формы, когда это в области эпигастрия. То есть человек подумал, что что-то съел не так. Бывают симптомы, когда левая рука вдруг отнялась. А это всё уже предвестники и проявления инфаркта миокарда. То есть человеку резко становится плохо. Или бывает такое, что медленно-медленно, но интенсивно нарастает интенсивность боли. То есть это то, что чувствует человек. То, что нам пациент, о чём они нам жалуются, когда рассказывают, что с ним произошло. Человек в этой ситуации уже может что-то контролировать, совершать обдуманные действия, звонить, вызывать что-то, кричать. Или вот просто он в шоке. Конечно. Но есть, к сожалению, определенный этап самодиагностики. Как правило, острый инфаркт миокарда развивается у людей, у которых ранее не сталкивались с подобными симптомами. И поэтому значительная часть времени часто уходит на самоанализ, что это за боль. Возможно, это у меня остеохондроз, возможно, действительно меня беспокоит желудок. И это приводит к тому, что человек обращается за медицинской помощью достаточно поздно. То есть вернусь, опять же, к 40 минутам. И тот золотой час, в который результаты лечения были бы максимально результативными, к сожалению, пациент оказывается вне поля видимости медицинских работников. Ну и что? Не нужно думать, не нужно самоанализом заниматься, нужно звонить. Ну, здесь, если интересно, было проведено исследование, по результатам которого оказалось, что люди, имеющие более высокий уровень образования, у них как раз этот период самодиагностики самый длительный. Будем говорить, как говорит народ у нас, они безусловно никого не обижают, дурак думкой богатеет. То есть не надо думать, надо действовать. Всё правильно. Действительно, наверное, следует поступать таким образом. В случае появления болевого синдрома в грудной клетке, как правило, в большинстве случаев это классический болевой вариант развития острого инфаркта миокарта, который заключается в развитии давящей, жгучей, сжимающей боли за верхней третьей грудины. В этой ситуации необходимо максимально рано обращаться за медицинской помощью, и причём это должен быть вызов скорой помощи. То есть человек должен знать, если возникла боль за грудиной, первое, что он должен сделать. Как правило, человек находится в сознании, то есть кроме как болевого синдрома, его в этот момент ничего не беспокоит, что он должен сделать. Можно я ещё раз уточню всё-таки? То есть это не вот здесь, как мы привыкли, а где-то вот здесь? Да, и опять ошибочное мнение, что болит сердце. То есть это вот не под мышкой, а вот посередине получается. Всё правильно, ангинозная боль – это боль посередине за грудиной, ближе к горлу. Боли в области сердца или прикардиальной области чаще боли, не имеющие отношения к... Невралгия. Да, чаще невралгия, чувство пресердечной тоски и так далее. Любовная, в общем, друзья мои. Если у вас любовная боль, это одно, а инфаркт миокарда – это совсем другое. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых интересных сюжетах и гостях в студии. Давайте факторы риска выявим, приведём, расскажем про возраст, в котором это возникает, про какие-то, может быть, там, вредные привычки или особенности жизни человека, которые зачастую приводят к вот такому острому заболеванию. Ну, все факторы риска, в первую очередь, делятся на две группы – управляемые и неуправляемые. Управляемые, Денис Владимирович сейчас хорошо расскажет, а неуправляемые – это то, кем мы родились – мужчины и женщины. У мужчин – это значительно раньше возникает болезнь, инфаркт миокарда. Даже у нас были такие случаи, когда я 18 лет. Но это в любом случае ещё есть мало тоже управляемый, то есть неуправляемый фактор – это наследственность. Это, как правило, у группы людей, лиц, у кого есть утягощённая наследственность. Папа, дедушка, мама, возможно, который фактор передаётся от рождения. И вот, к сожалению, мужчин надо беречь от нервных стрессов и от тех факторов, которые, Денис Владимирович рассказывает, управляем, которые в наших руках. Какими факторами можно управлять, Денис Владимирович? На первом месте – это, конечно же, курение. Курение – самый главный фактор риска сердечно-судистых заболеваний. Причём курение даже одной сигареты в день – это является фактором риска. Поэтому курить нельзя. Курить надо прекращать. Неважно, какой стаж курения и, как показывает статистика, наибольшие, наилучшие результаты – это у людей, которые прекратили курить резко. Некоторые, вот эта группа людей, которые постепенно пытаются уменьшить количество. Наилучшие результаты. Наилучшие результаты – это резкое прекращение курения. Чувствую, что наш оператор зачесался, задумался. Причём есть статистика, пациенты, которые прекратили курить, которые не прекратили курить после перенесённого инфаркта миокарда, у них вероятность умереть в ближайшие годы в два раза выше по сравнению с теми, кто перестал курить. И следующая цифра – через 10-15 лет человек, который прекратил курить после перенесённого инфаркта миокарда, он по рискам сопоставим с некурящим человеком, который перенёс инфаркт миокарда. То есть курение первое такое? Курение – это самое страшное зло. Но лучше не начинать. Если особенно знаешь, что в семье были люди, кто умер от инфаркта. Лучше курить, не начинать. Как бы этого ни хотелось. Может быть, как бы это ни было можно. Хорошо. Курить бросаем. Дальше. Но причём не надо себя обманывать какими-то другими формами курения, в том числе жевательным табаком и так далее. То есть курение в любом виде, оно вредно. На втором месте – это артериальная гипертензия. То есть повышенное артериальное давление – фактор риска инфаркта, фактор риска инсульта. Поэтому человек должен контролировать артериальное давление хотя бы один раз в год. В случае выявления артериальной гипертензии он должен наблюдаться, получать гипотензивные препараты. Третье, наиболее также распространённый фактор риска – это избыточная масса тела. Поэтому стараться не набирать лишний вес. Как это возможно? Это соблюдение диеты. В общих чертах диета сводится к ограничению простых углеводов, животных жиров, увеличения растительных продуктов, любых злаковых, гиподинамия. Неподвижность. Болезнь нашего времени. Причём с ней бороться, в общем-то, как бы несложно. То есть есть варианты, можно посещать спортзалы. На мой взгляд, у нас дефицит спортзалов в Ярославле. Серьёзно? Да. Сейчас, наверное… Но исправляется ситуация, честно. Мы видим по рекламе, есть куда сходить. Да и уличные площадки есть в конце концов. Игровых зон очень мало. Футбол, теннис их. Однозначно их недостаточно. А я вот наблюдаю, что они у нас пустуют. То есть хотелось бы, чтобы люди активнее даже в своих дворах, на своих площадках. Очень много сделано спортивных теперь дворовых площадок, да. Вот у меня во дворе это есть. Но, к сожалению, они не заняты круглосуточно ни молодёжью, ни средним возрастом. Как это бывало, что собираются вечерами и играют там, я не знаю, в волейбол пляжный, да. Пожалуйста, летом у нас есть прекрасные места для пляжного волейбола. У нас есть, опять же, футбольные поля, да. Мы прекрасно это тоже знаем, что сейчас очень много их создано. И фоков много создано. И поэтому было бы желание заниматься спортом. Ну и просто, если мы говорим о физической нагрузке, то нашей прекраснейшней набережной 40 минут ходьбы – это уже одних суток нагрузка. В нормальном ритме, не торопясь, но не обязательно бегать. А вот именно, пробуживаться в хорошем ритме, да. И здесь хитрость, действительно, как бы все мы вынуждены работать, поэтому времени действительно было силой, не хватало занятия спортом. Предлагается такой вариант – это ходьба 5 раз в неделю по 30-40 минут. Чтобы получить наилучший результат, ходьба должна быть непрерывно 30-40 минут в таком темпе, чтобы была лёгкая дышка. То есть непрерывность ходьбы. Этим мы что, тренируем как-то сердечную мышцу или что? Первое, да, здесь как бы и тренировка сердечной системы, а самое главное – это сжигание жира. В первую очередь холестерина, который у нас, разные формы имеют холестерин, который у нас уходит на работу мышц. И, соответственно, он не остаётся у нас в сосудах. То же самое, посещая спортзал, если ты пытаешься походить, используя элипс, велосипед, беговую дорожку, ты должен понимать, что в первые 30-40 минут нагрузки у тебя будет гореть грекоген печени, мышцы. Только потом жиры у тебя будут гореть, начиная с 40-й минуты. И плюс ты должен держать определённый пульс в окошечке 120-140, тогда эффект будет. Всё, что другое, любая физическая активность полезна. Но я там привёл как бы те критерии наиболее эффективной физической нагрузки. Но в то же время сейчас появились результаты, в которых доказано, что просто ходьба 10 тысяч шагов в сутки – это уже приносит пользу. То есть неважно, это было одномоментно сделано в каком темпе, а сам факт – 10 тысяч шагов. Тем более у нас есть у всех часы, которые считают, телефоны считают. Поэтому нам не составляет труда посмотреть свою активность в течение дня. И уж если не добрали, то, соответственно, заставить себя выйти на две остановки раньше, как это говорится, на две остановки раньше, до того, как ты до дома придёшь. Прекрасная погода. Если погода не очень прекрасная, ну даже найти возможность где-то эту нагрузку. Даже так это можно делать, мне кажется. Конечно, у нас есть прекрасный набор этих торговых центров. Да, с закрытым помещением. Да, но самое интересное, что ты подчеркнул, что это нельзя походить две тысячи шагов и присесть. Всё-таки надо так, чтобы пошёл, и вот 40 минут… Нагрузочку дать. Вот, в принципе, мы и такие, скажем так, признаки, да, самого инфаркта миокарда рассказали. И те ситуации, которые влияют, да, на следственность, там, управляемые-неуправляемые факторы. И, в принципе, что обращаться нужно, да, в течение, там, 40 минут тоже проговорили. Обязательно обращаться, вызывать скорую помощь. Вызывать скорую. Да, не надо куда-то обращаться к друзьям, знакомым. Почему именно, опять же, Денис Владимирович подчеркнул скорую помощь? Потому что приедет бригада скорой помощи и снимет электрокардиограмму. А она уже покажет? А она покажет. И это основное, да, как один из основных критериев, когда бывает, что чуть-чуть по времени может рановато снято, да, то есть слишком быстро всё произошло, и вдруг ещё там ЭКГ не увидел. Но в 90% случаев она нам покажет. Дальше уже это будет зависеть от того, что, как будут дальше события, иногда врачи разберутся на месте, и по признакам, по симптомам повезут туда, куда надо. Вот, Галина Литовна, я понимаю, что это острая же стадия, да, и вот в окончании нашей беседы я хотел бы ещё заострить внимание на том, что это же болезнь, и то есть её как-то можно ранним образом диагностировать? Саму вот, это же последствия ишемической болезни, или я не прав? Это острая форма ишемической болезни. Острая форма, да. А вот саму, то есть что человек, то есть предрасположен, понятно, да, там какие-то ещё моменты, но у него может всё в порядке. А вот ещё до того, чтобы предупредить этот инфаркт миокарда, можно как-то понять, что с сердцем или уже вот с этим, ну там, да, там, местом в сердце, я не знаю, какие-то уже могут быть проблемы? Или это вот спонтанно? Можно, да, как бы, примерно предполагатель, как правильно говорить, там, риск стратифицировать человека по вероятности развития сердечно-студистых заболеваний. Это происходит с учётом пола, возраста, таких факторов, как рисконаследственности, курение, ожирение, сахарный диабет и так далее. Но если вот по-простому говорить, то есть первое, человек должен всё-таки ответственно относиться к своему здоровью, поэтому по возможности факторы риска курения, употребления алкоголя, стрессовые ситуации, гипотинамия, ожирение, он должен контролировать. Это вы сказали, я имею в виду, что может он прийти на какую-то диагностику? Может, может, у нас существуют центры здоровья, у нас есть диспансеризация, причём диспансеризация как в трудовых коллективах, так и в нетрудовых коллективах, это возможно прийти в свою поликлинику и упройти диспансеризацию, сдать анализы, ту же глюкозу, которую нам покажут, если предрасположены к сахарному диабету, или уже, может быть, расставить диагноз сахарный диабет, сдать анализы на холестерин, опять же, снятие КГ. Само сердце, то есть можно как-то посмотреть и сказать, что возможно в течение какого-то срока инфаркта или нет такого? Ну, вот такого мы не сможем сказать, что вот через два дня у тебя инфаркт случится. Это сложно. Можно, конечно, погадать. Это слишком просто для человека так. Да, к гадалке можно сходить. Но то, что прийти и свои факторы риска оценить, и говорить о том, что задержать это или вообще может не случиться, для этого, да, спрофилактировать его, да, или, опять же, оценить себя, насколько высока вероятность, что у меня, возможно, будет инфаркт, да, это возможно. То есть специалист может сказать, вы находитесь в группе риска или вы не находитесь в группе риска. Если есть какие-то определенные признаки, которые будут вызывать сомнение, что в ближайшее время возможно случится инфаркт, но это уже, как правило, у людей, у которых есть жалобы определенные, да, есть какие-то, опять, критерии, что это вот-вот может случиться, то для этого есть вопрос плановой коронарографии. И тогда наша задача в плановом режиме посмотреть, что у человека с сосудами, да, можно ли ему, или нужно ли уже ему сейчас помочь до того, как развился инфаркт. И для этого есть два оперативных вмешательства, как плановое стентирование коронарных артерий и ортокоронарное шунтирование. То есть тогда, когда есть уже все показания для предупреждения этого инфаркта, то есть чтобы он не делать операции эти все во время инфаркта или сразу после инфаркта, а вот именно сделать до того, чтобы этот инфаркт не случился. Ну, то есть надо выделить, я уж, извините, тут еще добавлю, первичную и вторичную профилактика. Первичная, то есть у человека нет какого-то сосудистого заболевания, но он как бы, да, как бы переживает в плане развития острого инфаркта миокарда. С 15 лет переживает? Вот с 15 лет, как говорят, даже с 9 лет есть первые признаки каких-то уже начальных этапов развития атеросклероза сосудов. То есть это при семейной проблеме. Поэтому, а в 15 лет уже первые даже, так скажем, бляшки есть, так это тоже описывают. Кошмар! То есть сделать какое-то чудесное исследование, которое тебе скажут, что у тебя будет в течение 5 лет инфаркта или не будет, не существует. Все сводится к тому, что человек должен проанализировать с помощью врача наличие факторов риска, так, плюс он должен знать артериальное давление, контролировать уровень глюкозы, уровень холестерина. При выявлении отклонений с помощью врача коррекция факторов риска либо немедикаментозно, либо в некоторых ситуациях назначение препаратов, вот это даст как бы снизитый риск возможности развития вообще какого-то сердечно-суистого заболевания. И есть понятие вторичного профилактика. Когда у человека уже случился острый инфаркт миокарда, и теперь все усилия будут направлены на то, чтобы он не постарился. Здесь как бы все достаточно просто. Есть инструментальные методы обследования, которые позволят уточнить состояние сердечной мышцы, состояние артерии, которые прооснабжают сердце. И уже есть препараты, для которых доказано, что назначение таких-то препаратов снизит риск острого инфаркта миокарда. Но это все равно должно быть плюсом коррекции факторов риска. В общем, в любом случае медицина помогает. В любом случае с этой болезнью, с острой стадией эффективно можно бороться. Но, как мы всегда говорим, когда встречаемся с врачами, что профилактика – наше все. И знать, учитывать все факторы риска и стараться их избегать – это задача уже не врачей, а это задача наших любимых… Нас самих. Самих, да, чтобы мы не стали пациентами. Вот так вот. Врачи только в помощь. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Если это видео было вам полезно, не забудьте поставить лайк. Нам будет очень приятно. Спасибо. Спасибо. PayPal